Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фуберлик без прикрас. А это значит, что впереди вас ждут самые достоверные и правдивые отзывы. Давайте начнем с серии Дом Фуберлик. Закончились два вот таких вот универсальных порошка. Это альпийские луга, артикул 322. Вы знаете, девчонки, нравится. Вам уже говорила много раз, что обновленная формула этих порошков мне очень нравится. Мне не нравились старые форматы. Слишком плохо они отстирывали, какая-то вещь становилась застиранная. Но здесь с новой формулой прям все замечательно, все потрясающе. На полный барабан сыплю целую ложечку. Когда барабан не полный, половину ложечки. У кого не отстирывай, девчонки, значит вода очень жесткая. Она у нас тоже жесткая, но я редко прибегаю к этому лайфхаку, если только в основном стираю белые вещи. Нужно взять ложечку порошка, насыпать ее в кипяток, размешать, чтобы он там растворился, добавить капельку кондиционера, чтобы смягчить воду при стирке. И вылетит все дело в барабан. Вот. Вот так стирает еще лучше. Так, дальше серий дом. Ультракондиционер для белья «Золотая органа». Один из моих любимых. На 30 стирок, написано, его хватает. Можно даже и больше, потому что он действительно концентрированный. И хватает совсем чуть-чуть, чтобы белье стало мягче и от него был потрясающий запах. По ароматам вот этот у меня самый любимый. По тому, как он дарит мягкость белью, они вот эти обновленные кондиционеры немножко хуже, нежели старая версия. Поэтому иногда все-таки возвращаюсь к старым кондиционерам. Они все еще есть на сайте, их можно найти, но единственное, что на них нет скидки. Так, артикул органы 118.54. Всегда в запасе кондиционеры тоже есть, так же, как и порошок. Вот такое средство для мытья посуды закончилось. Это яблочко. Они у нас с нуля плюс. Девчонки у меня как-то в комментариях спрашивали, все средства для мытья посуды у нас 0+. Артикул 111.94. Это тоже концентрированное средство. Если нравится, разводите. Я поначалу, года два назад их помню, разводила. Сейчас мне хочется как-то, чтобы оно быстрее кончилось и попробовать какой-то новый аромат. Новинки часто выходят. Поэтому я сейчас не развожу, использую вот так вот концентрированным. Пенис хорошо отмывает до скрипа. Гипоаллергенно. Можно мыть детскую посуду. Поэтому, конечно, 5 с плюсом этому средству постоянно тоже есть в запасе. Так, из еды, девчонки, закончился у меня вот такой вот супчик. Есть еще точно такой же в запасе. Это у нас новое питание Wellness. Да, грибной мне понравился все-таки больше, чем томатный. Томатный на любителя. Здесь прекрасные составы, здесь витаминные комплексы, здесь минеральные комплексы. В общем, все прекрасно. И кто-то, помню, мне писал в комментариях, что, ну, это же вредно, это же вот химия какая-то. Ну, не знаю, какая химия, девчонки, составы здесь потрясающие. Никакой химии. Да, это сухие продукты. Но здесь нет ГМО, здесь нет сахара, здесь нет глютена. Для некоторых это тоже очень важно. Я ела его не каждый день, иногда забывала, иногда был супчик, варила из серии новый, не чаев, да. Все мы видели уже эти супы. А так старалась добить эту пачку, кушала каждый день на обед, да, вот этот супчик. Можно какой-нибудь бутербродик сделать, пп к супу, допустим, там с куриной грудкой, да, огурчик свежий там порезать, салатик, чтобы было посытнее. Если один суп, то мне хватало сытости, девчонки, часа на 2-3 максимум. Вот, все-таки маловато. А если что-то добавить к супчику, то вполне себе нормально. Мне понравилось. То есть неприятных никаких ощущений не возникло. Желудок у меня от этого питания не заболел. Все отлично, все замечательно. Сейчас, когда у нас будет скидка у всех консультантов, каждый каталог на любой продукт 70%, эти супы будет брать очень выгодно. Я брала по ВИП-программе один суп, как раз со скидкой 70%, 700 с чем-то рублей пачка. Это нормально. Это нормально за 15 обедов. Это нормально, девчонки. Так, поехали дальше. Закончилось вот такое питательное мыло ля крем. Миндальное. Мне больше всего нравится миндальный запах. Совсем не зашли новинки, которые как-то с медом, еще с чем-то, да, прям противный запах. Нет и нет. Артикул 8637 пахнет потрясающим миндалем. Я беру такое мыло сейчас на кухню, чтобы ручки меньше сохли, да. Аромат замечательный. Мне вот прям оно больше всего нравится из этой линейки. Так, еще серия Дом Фаберлик. Закончился вот такой водный спрей-освежитель. Это мультифрукты. Артикул его 11332. Классный. Ненавязчивый такой мультифруктовый, нежненький аромат, который не сильно долго витает в воздухе. И особенно поэтому не надоедает. Они безопасны для детей и для животных. С вот такой вот заглушечкой, чтобы, не дай бог, что... Они безопасны для аллергиков, для астматиков, потому что они водные. Поэтому, да, тоже всегда парочка есть дома. Так, дальше, девчонки, закончилось. У меня вот такой вот этикетка даже отвалилась. Ночная маска желе от Биоглоу. Недавняя новинка, да. Мне не понравилось ее использовать на лицо. Артикул вам, девчонки, не скажу. Здесь его на упаковке нигде нет. Плотный такой пластик. Баночка добротная. Я даже чуть-чуть оставила вам показать, как оно выглядит. Это действительно желе. Его даже вот набрать рукой тяжеловато, потому что он такой вот как слайм. Вот как оно выглядит. На коже тает, быстро впитывается. Все вроде бы нормально. Но использовать как ночную маску для лица мне не понравилось. Мне кожа утяжеляла. И с утра какие-то были расширенные поры. Цвет лица не очень симпатичный. Мне не понравилось, девчонки. Мне кажется, вот больше, может быть, для сухой кожи подойдет вот этот продукт. Я доиспользовала на руки и на зону декольте. На зоне декольте прям шикарно себя этот продукт вел. В этой линейке у нас в составе витамин С. Витамин С у нас борется и с возрастными изменениями. Поэтому в целом продукт очень хороший. Но вот мне для лица он не подошел совсем. На декольте было прям очень хорошо. На ручке замечательно. Тоже просто потрясающе. Вот. Так что я больше эту покупку не повторю. И советую, конечно, присмотреться обладательницам сухой кожи и возрастной к вот этому вот продукту. Так, дальше, девчонки. Вот такой вот гель для душа. Точнее смузи. Веганский суперфуд линейка. Смузи для душа Ревень. Мне понравилось, девчонки. Артикул 2457. Такой освежающий запах ревня. Ревня. Как правильно? В общем, вы меня поняли. Запах такой освежающий, классный. Когда в детстве, помню, варили варенье из ревня. Да, наверное, все-таки ревня. Вот это именно такой запах. Неприторный. Поэтому понравилось. Пеньте нормально. Здесь, кстати, не было этих семян чиа, которые могут застревать в мочалке. Да, поэтому это тоже большой плюс. Можно было пользоваться и с мочалкой вместе. Так, дальше. Закончилась моя любимая скаточка ICWall. Это пилинг-скатка. Гель-скатка для лица. Артикул ее 0851. Девчонки, очень советую. Прям рекомендую к покупке. Из всей серии ICWall это самый удачный продукт для меня, по крайней мере. Что здесь у нас? Здесь мелкие частички в составе. Они очень здорово отшелушивают. Они очень здорово обладают вот этой именно функцией пилинга. И она еще работает как скатка. То есть сначала мы прошлись как скрабиком, помассировали все. Потом начинаем интенсивно скатывать. И у нас появляются такие катышки. Кожа после нее очищена до скрипа. Поры светлые. В общем, прекрасно. Гладенькая, мягенькая. Все отшелушили как следует. Продукт замечательный. Редко, к сожалению, на эту скатку в каталоге бывают скидки. Но я прям очень рекомендую вам хотя бы раз попробовать. Здесь 100 мл у нее крайний экономичный расход. То есть я вот этой скаткой, ну полгода, на полгода мне ее точно хватило. Я ее делала раз-два в неделю максимум. И вот на полгода ее хватит точно. Поэтому советую, очень советую. Так, опять гладкие пяточки закончился у меня бальзамчик. Артикул его 1661. Его рекомендую попробовать обязательно тем, у кого сухие стопы, у кого сухие руки. Я использую его как ночной крем для рук. И обязательно после ванны, после душа наношу на стопы. Великолепно работает. Здесь 30% глицерина. Я забыла уже о такой сильной сухости рук, какая у меня была раньше. Необыкновенный продукт. Всегда, когда бывает акция, беру в запас парочку. Всегда стоит в запасе. То же самое и с дезодорантами. Тоже всегда есть в запасе. Артикул 2242. На 48 часов мне не хватает. На сутки хватает вполне. Здесь нет спирта. Очень приятные, деликатные одушки. Мне нравятся. И во всем они полностью устраивают. Всегда тоже беру в запас. Так, зубная паста Техно Китс Яблочко 3+. Вот такая закончилась. Тоже берем их всегда. Артикул 2358. Пасты замечательные. Здорово очищают зубки, убирают на лед. Никаких нареканий к ним вообще нет. Пробовала и на себе. Великолепные пасты всегда берем в запасе. Тоже когда акции есть, запасаемся. Шампунь Бальзам. Два в одном из Техно Китс линейки. Тоже кончился. Мне нравится. Не сказать, что это прям шампунь Бальзам. Он делает волосы ребенка гладкими и послушными. Но очень хорошее качественное средство. Которое здорово промывает волосы до скрипа. В то же время не сильно их запутывая. Поэтому всегда отдаю ему предпочтение в каталогах. Артикул 2354. Частенько повторяем эту покупку. И последний продукт, который покажу. Девчонки, это тушь Miss Curl. Вот такая вот коричневая. Я ей пользовалась, наверное, месяцев 4-5. И вот она закончилась. Артикул 5762. Сейчас она у меня все-таки в фаворитах. И обошла Glam Team. Потому что хочется более естественных что ли ресниц. И поэтому недавно заказала вторую такую же. Вы у меня в заказе видели. А это уже она как-то выходит комодь. Ну, девчонки, 4-5 месяцев пользовалась. Это для туши вообще круто. Вот такая изогнутая кисточка силиконовая. И сейчас она у меня на ресницах. Это тушь, да. И, то есть, вот вроде как коричневая. Но и не скажешь, что коричневая. Естественно, такие реснички мне очень нравятся. И я люблю, девчонки, именно тушь эту. Знаете, за что? Быстро застывает она на ресницах. Некоторые такой эффект не любят. Некоторым нужно, чтобы ресницы были натуральные. Кто в леску под ровой, я так не люблю. Мне нужно, чтобы ресничка к ресничке вот так вот лежала. И только вот этой тушью и тушью из линейки Glam Team, да, в малиновой упаковке можно добиться такого эффекта. То есть, если вы проснулись, у меня, например, такое часто бывает, не знаю, как у вас. У меня постоянно то один, то другой глаз, на нем какой-то косяк. Вот в этот раз у меня на этом. Вот здесь есть непослушные такие реснички, которые не хотят вот ровно лежать. Через неделю может быть вот с другим глазом так же. По очереди. У меня так всю жизнь почему-то. И вот эта тушь, она более-менее исправляет ситуацию, приводит все в норму. Потому что можно накрасить, немножечко вот так захватить, подержать. Тушь застывает быстро и реснички ваши подкрученные, ровненькие, остаются в этом положении. Вот поэтому я люблю девчонки эту тушь. Да, они такие, ну как сказать, как искусственные, да, они застывают в том положении, в котором вы их оставили. Кому это не нравится, да, это не ваш тогда тушь. Но мне этот эффект очень нравится, чтобы они выглядели ровненько, красиво. Поэтому всегда отдаю сейчас ей предпочтение. И даже ничего другого пробовать не хочется. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие вот пустые баночки Фаберлик на этот раз у меня собрались. Надеюсь, что мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.